Белорусским ученым гарантирована особая поддержка, а развитие науки сохраняет стратегическую значимость для страны. Об этом заявил президент, вручая дипломы доктора науки, аттестаты профессора научной элите. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. Каждый из 18 награжденных достиг высот в своей сфере. А это новейшие медицинские и технические разработки, исследования в области педагогики, открытия в строительстве и машиностроении. В целом ученые сообщества Беларуси пополнили около 400 соискателей. Интерес к белорусской научной школе проявляют иностранные граждане. Среди обладателей ученых степеней 44 иностранца из 10 государств. Почта и банки пересмотрели комиссию за прием платежей. В почтовых кассах она составит 60 копеек. Исключение для платежей в бюджет и перевод денег на благотворительные счета. Пока не взимают плату также за коммунальные почтовые услуги, за стационарный телефон. В ряде коммерческих банков за прием наличных денег комиссия составит до 5 рублей за одну платежную операцию. Таким образом, белорусов стимулируют более активно пользоваться системами электронных платежей. В посольстве Беларуси в Москве показали спектакль Купаловского театра «Урожай». Автор пьесы, известный белорусский драматург Павел Пряшко, безжалостно высмеивает инфантильное современное поколение, которое сегодня больше живет в виртуальной иллюзии, чем в реальной жизни. «Урожай» на сцене Купаловского поставили лишь спустя 12 лет после его написания. Показ приурочен к столетию Национального академического театра.